Евгения Васильева может выйти по УДО. Она погасила ущерб пострадавшим по делу оборонцы РС. Это большой плюс в ее характеристику. Сегодня также стало ясно, что Васильева все-таки находится в Головинской колонии. Правозащитники ее увидели, правда попали за колючую проволоку не без труда. Между тем, по закону Васильева до сих пор имеет право находиться в СИЗО, потому что приговор суда, по которому она должна отсидеть 5 лет, только сегодня начали обжаловать в Мосгорсуде. Так где же Васильева? И можно ли рассуждать о БУДО, если еще нет окончательного приговора? Ответы на эти вопросы искал Александр Инин. На суд пришли только журналисты. Минут 15 судья перечислял название средств массовой информации, фамилии корреспондентов, операторов, звукорежиссеров. Всего аккредитовалось около трех десятков СМИ. В райсудах нет таких больших залов, чтобы вместить всех. Поэтому непосредственно в зале суда работали только операторы. Корреспондентов попросили смотреть трансляцию в соседней комнате. Евгения Васильева не пришла. Это право осужденной. Дело своему до. Бывшая чиновница Минобороны просит рассматривать без нее. Процесс должен был начаться сегодня. Но за несколько часов до заседания выяснилось, что защитников Васильевой тоже не будет. Они не пришли по уважительной причине. В Мосгорсуде сегодня тоже суд по делу Васильевой. Там рассматривается апелляционная жалоба на решение Пресненского райсуда, который в мае дал Васильевой пять лет. То есть фактически приговор еще не вступил в законную силу. Как же так? А нам говорили, что Васильева уже отбывает наказание в Головинской колонии. Правовую коллизию разъяснил присутствовавший на заседании член президентского совета по правам человека. Он сказал, что в колониях условия лучше, чем в СИЗО. И если осужденный желает, он может сесть в колонию уже после суда первой инстанции. И там дожидаться обжалования приговора. Она может находиться в СИЗО, но может находиться в колонии. Это не нарушение закона. Пишет заявление, говорит, не хочу быть в СИЗО, хочу отбывать наказание. И едет. Ей это выгоднее. Почему? Потому что находясь в колонии, можно как-то себя положительно проявить, получить поощрение. Впрочем, находится ли Васильева в Головинской колонии, еще утром было доподлинно неизвестно. Одно лишь сухое заявление Пресс-службы региональной ФСИН, сделанное ранее. Но воочию Васильеву в Головино не видели. Она не в колонии? Кто? Евгения Николаева. Мы ничего не комментируем сейчас. Даже у членов президентского совета по правам человека сегодня возникли проблемы. Одну из них, Елену Масюк, вообще не хотели пускать. Бюрократическая машина не мешает вам пройти в Комму? Мешает, мешает. Просто мы вдвоем должны были пройти с Еленой Васильевной Масюк, но на меня согласование дали, а на Елену Васильевну Масюк, те, которому верит президент, согласование не дали. Почему? Непонятно. Мотивировки не было? Сказали, что она член УНК города Москвы. Но я член УНК города Москвы, понимаете? Правозащитников все-таки пустили. И, как они говорят, Васильеву видели. В колонии она поливала цветы. Кстати, Васильева возместила ущерб по делу оборонсервиса. Более 216 миллионов рублей на счета предприятий и организаций, признанных потерпевшими, перевел якобы отец экс-чиновницы. В суд поступили копии платежных поручений. Правда, достоверных сведений о том, что деньги дошли, пока нет. Информация будет изучена судом. К тому же некоторые потерпевшие изъявили желание участвовать в заседаниях. Поэтому... Судебное заседание по делу объявляется отложным. Прошу всех снать. Следующий суд по УДО Васильевой состоится во вторник в 10 часов утра. Александр Инин, Александр Мажаров, Шестой канал. В поисках работы уже более 10 лет Ирина Щедрина из Лакинска не может устроиться на работу. Женщины каждый раз отказывают, а все потому, что она инвалид второй группы. Более того, она даже пособие по безработице не может получить. Почему наша героиня оказалась в такой ситуации? И как человеку с ограниченными возможностями найти себе работу? Алексей Дудин попытался помочь женщине. По специальности Ирина Щедрина – наладчик станков. Последний раз по трудовой она работала еще в начале 2000-х на Костеревском заводе. В течение нескольких лет женщина с приобретенным заболеванием рассеянный склероз на дому собирала циркули. Но потом предприятие закрыли, и Ирина оказалась безработной. Женщина встала на биржу. Ей даже предложили несколько вакансий, где можно работать с ее заболеванием. Но ни одно собеседование она так и не прошла. Ходила неоднократно на почту, потому что им всегда нужны люди. У них вакансии на бирже. С биржи меня туда отправляли, но там меня ни разу не взяли. Сказали, что я их не устраиваю. Ходила в электросеть, потому что меня даже устраиваться отправляли во Владимир. Вот здесь, на Чайковского. Тоже был отказ. Как только прочитали мои документы. По закону Ирина Щедрина, стоя на учете на бирже, как безработная получала пособие. Сейчас это 800 рублей в месяц. Прожить на них, конечно, невозможно. Но сейчас даже этот минимум ей не дают. Вышли новые правила на бирже. И чтобы встать на биржу, нужно предъявить справку с последнего места работы. А поскольку последнее мое место работы растворилось в небытие, это был Костеревский завод готовальни, справку я предъявить не могла. И на биржу меня не ставят уже года три. Получать пособие наша героиня может, если снова встанет на биржу, говорит директор департамента по труду. Но чтобы претендовать на выплаты, Ирине Щедриной необходимо обратиться в архив. В ходе ликвидации предприятие обязано сдать свои документы в части выплаты заработной платы именно в городские архивы, либо в районные архивы. И справку соответствующую тогда можно получить в городском архиве. У нас есть такая практика, мы рекомендуем, люди обращаются и приносят эти справки. И мы эти справки также принимаем. Что же касается вакансий, то на сегодняшний день работа для инвалидов есть, говорит Анатолий Абрамов. Причем работа разная. Можно подобрать для человека с любым заболеванием. У нас сегодня социальные работники, большое количество вакансий. Заработная плата, правда, там, конечно, низкая, но и предполагается, как правило, неполный рабочий день. Медицинские сестры, продавцы. Здесь заработная плата реально колеблется до 25 тысяч рублей. По словам чиновника государства, помогает людям с ограниченными возможностями трудоустроиться официально. Для этого существуют различные программы. Так, в прошлом году 173 областных инвалида получили работу на предприятиях, где специально для них оборудовали рабочие места. Сделано это за счет федеральных средств. Столько же трудоустроят и в этом году. Всего же в течение 2015-го в областные центры занятости обратились полторы тысячи инвалидов. Трудоустроился каждый третий. Также крупные предприятия по закону обязаны предоставлять людям с ограниченными возможностями несколько рабочих мест. И за этим следят в департаменте по труду. Но это по статистике. А когда речь идет о конкретном человеке, почему-то картина меняется. Ирине Щедриной, например, по ее словам, работы предлагают только уборщицей или дворником. Алексей Дудин, Артем Горчаков, Константин Миронов, 6 канал. Владимирских журналистов обстреляли. Кроме того, их взяли в заложники и чуть не подорвали на мине. Правда, все это происходило в рамках двухдневных выездных учений «Владимирский бастион», на которых журналистов готовили к работе в экстремальных и кризисных условиях. Бронежилет и защитную каску на себя примерила Ольга Федина. Молчать! Все, надоели! Вот так, очень реалистично, владимирских журналистов сегодня захватили в заложники. Главное, с террористами не спорить и выполнять все, что они прикажут. Это поможет сохранить жизнь. Несколько выстрелов в штурм, и люди освобождены. Но выйти не так просто. Впереди новая опасность. Кругом мины и гранаты. Но самое страшное – самодельное взрывное устройство. В отличие от инженерных, тут нельзя предугадать, как именно оно сработает. Если попадешься на растяжке, то есть только 3-4 секунды, чтобы хотя бы отскочить от взрывчатки. Я двигаюсь в составе группы. С вами, допустим, я тележурналист, веду репортаж. Двигаюсь. Для уничтожения больших объектов террористы используют от 5 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Не сложно себе представить силу таких разрушений, если на полигоне взорвали всего лишь 400 граммов. Если бы в момент взрыва где-то рядом находился человек, он бы лишился нижней части туловища. Вот как этот муляж. Предложили журналистам и поработать под обстрелами. Сначала разыграли ситуацию, когда нападение происходит на группу в бронированном автомобиле. Тут нужно было не растеряться и быстро выпрыгнуть из машины, а затем ползком добраться до укрытия. Удалось это не всем. Ранили водителя бронированного тигра. Ему журналисты оказали первую помощь. Сквозное ранение. Бедро, сквозное ранение. Левая нога, вот сюда ранение, насквозь. Кстати, а зам оказания первой помощи журналистов научили еще до спецопераций. Медики рассказали о видах травм и о том, как быстро и правильно помочь раненому человеку. Но не успели представители СМИ выдохнуть, как новая опасность – нападение на пешую колонну. По легенде, журналисты вышли к заброшенной деревне, где вместе с военными снова попали под обстрел. Обошлось без жертв. Все сработали хорошо. Условия здесь максимально приближены к военным. Главное – это слаженные действия команды. Для журналиста и оператора важно быть внимательным и не лезть на передовую. Даже ради ценных кадров. Жизнь важнее. После первого дня, который был полностью посвящен теории поведения в экстремальных условиях, практика – как глоток свежего воздуха. Журналистам такой экшен приходится снимать не каждый день, а уж тем более самим в нем участвовать. Поэтому впечатлений масса. Данный курс, естественно, помогает, потому что рассказывает о некоторых вещах, которые я абсолютно не знал. Теперь я более подготовлен по поводу одежды. То, что журналисты должны одеваться не в камуфляж, а в более яркую, чтобы их было заметно. Узнал, что заложить взрывчатые вещества, самодельные или даже не самодельные, можно заложить элементарно во все, что угодно. И это может быть всем, чем угодно. Начиная от реальной мины, заканчивая трупом кошки, собаки. Подобные курсы для журналистов области проводятся уже во второй раз. Предыдущие были пять лет назад. Эти учения были организованы оперативным штабом, антитеррористической комиссией и союзом журналистов Владимирской области при активном участии оперативников. Сейчас профессия журналист становится все более опасна. То есть, в принципе, люди должны быть подготовлены к любой работе, к работе в любой сложности и в любой оперативной обстановке. В том числе и в боевых действиях, к сожалению. Военные учения для журналистов хотят сделать традиционными и планируют проводить их раз в год. А сегодняшним участникам, которые приедут снова в следующем году, пообещали даже выдать сертификаты о прохождении боевой подготовки. Ольга Федина, Артем Горчаков, Шестой канал. Готовят к школе. До 1 сентября осталось меньше двух недель. Школьные ярмарки работают почти во всех крупных торговых центрах Владимира. Сколько стоит собрать ученика в страну знаний? Валерия Саенко составила список самых необходимых вещей и подсчитала. Во сколько это обойдется родителям? Своих детей Эльвира к школе уже подготовила. Осталось лишь купить обложки к учебникам. В этом году женщине пришлось изрядно потратиться. Кроме сына пятиклассников, в школу идет 7-летняя Дарина. Собирать первоклассницу удовольствие не из дешевых. Ей, конечно, хочется все более красочное, чтобы и тетради были с принцессами, и с рыбками, и со звездочками. Но учительница сказала, что тетради самые обычные, чтобы дети не отвлекались. Планировали потратить где-то в районе 20 тысяч на ранцы, канцелярские принадлежности. Еще где-то в районе 10 тысяч на обоих. Это там лыжи и спортивная форма. Примерно уложились в эту сумму. Раскошелиться придется и на форму в школу. К ней сейчас особые требования в каждом классе. У ребенка должны быть пиджак, брюки, рубашка. Ну а если отправляете в школу девочку, то еще и юбка. Собрать костюм для ученика меньше, чем за 2,5 тысячи не удастся. Одна блузка на первоклассницу сейчас стоит минимум 500 рублей. А еще канцелярские принадлежности. В начальной школе для письма сейчас рекомендуют перьевые ручки. Они улучшают детский почерк, но стоят дороже, чем обычные шариковые. Одна переверночка стоит примерно 100-150 рублей. Хватает штук 6 на 1 год. Как минимум. Их нужно постоянно заправлять. Сэкономить получится в основном на тетрадях. Те, которые рекомендуют учителя, стоят всего рубль за штуку. Но на констовары придется потратиться. Самый дешевый пенал можно найти не меньше, чем за 100 рублей. Фломастера в среднем за 70. Столько же стоят и цветные карандаши. Плюс краски. Гуаши-акварель. Не меньше 100 рублей в наборе. Есть вариант заменить перо обычной ручкой. Только надо знать, какую именно выбрать из многообразия, представленного на прилавках. Детские ручки небольшие, поэтому ребра должны быть, чтобы ручка хорошо держалась в руках. А толщиной она должна быть средней толщины, потому что толстая ручка, она очень быстро утомляет руку ребенка, и он не может писать. На самом деле потребности школьника остаются неизменны десятилетиями. Ребенку нужны все те же папки для черчения и рюкзаки. Правда, в последние годы родителям приходится тратиться еще и на сумки для обуви. Вот в такой, к примеру, оставляют дети в раздевалке свою сменку. А стоит она 549 рублей. К расходам прибавьте еще ранец, в котором ребенок будет носить тетради и учебники. Его лучше купить с полужесткой ортопедической спинкой, чтобы осанка не страдала. Предпочтение отдавайте рюкзакам со светоотражающими элементами. Благодаря им ребенка будет видно водителям даже в темноте. Такой ранец стоит от 2500. Но тут лучше не экономить. Еще нужно докупить папки для тетради, альбомы для рисования и спортивную форму. Вместе с кроссовками не меньше 2000. Итого, чтобы собрать ребенка в школу, нужно минимум 8000 рублей. Это не считая учебников. Их сейчас выдают не во всех школах. Правда, много искупленного. Прослужит ребенку не один год. Валерия Саенко, Константин Миронов, 6 канал. К 1 сентября готовятся не только дети и их родители. Коммунальные службы взялись за уборку учреждений образования. Особое внимание они уделяют детскому саду на проспекте Ленина, который после реконструкции официально откроется в день города Владимира. Своих первых посетителей он удивит не только современными детскими площадками и уютными просторными помещениями, но и блестящей чистотой. Василий Косенко продолжит тему. За рулем этой супермашины Федор Типаев работает уже год. Громких достижений у нее нет, но пользы принесла городу немало. Она как настоящая городская хозяйка. Моет, чистит, пылесосит. Обычно ее можно встретить в центре города за помывкой бордюров или тротуарной плитки. Но сегодня у нее особая задача – навести порядок в доме, где будет детвора. Детский сад на проспекте Ленина скоро заживет новой жизнью. Его должны открыть в день города, чтобы 1 сентября он смог принять ребятишек. Но пока здесь еще кипят работы. Они настоящие, пыльные. Вот с этой пылью и борются. Джанго-джет 3500. Сделать дорожки у детского сада чистыми в центре управления городскими дорогами планируют за несколько дней. Моют тротуары и сами дороги. Моют не простой водой, а вместе с шампунем транспол. В баке машины 300 литров воды. На них уходит примерно 1 литр шампуня, который справляется даже с масляными пятнами. Под давлением струя воды проникает в самые маленькие трещины на асфальте. Человек грязь не заметит, а машину уберет. Вот и получается, что после такой уборки по дороге можно хоть босиком ходить. Мы же моем и щетками вручную. То есть люди идут. Но шампунь, он как бы имеет такой состав, что он вымывает всю грязь. То есть из дорожного полотна, из асфальта, из, мы вот моем, по центру увидели тротуар в плитке, который вымываем им. То есть мы им постоянно пользуемся, и он себя показал хорошо в городе Владимире. Шампунь, говорят специалисты, прошел всевозможные проверки и является экологически чистым. К тому же его тщательно смывают. Так что ребятам он точно не повредит. В центре управления городскими дорогами обещают. Детский сад к открытию будет по-настоящему сверкать. Так здесь будет чисто. Василий Косенко, Константин Миронов, Шестой канал. Бой на Боголюбовском лугу. В эти выходные у стен храма Покрова на Нерли пройдет второй фестиваль исторической реконструкции. Десятки поклонников времен Средневековья, облаченные в доспехи воинов Древней Руси, покажут Владимирцам настоящую битву. В программе также концерт и театрализованное представление. Подробности расскажет Алексей Соков. Максиму Колесову всего 16 лет. Уже полгода он занимается во Владимирском клубе исторической реконструкции «Стольный град». Как признается сам боец, в этом мужском деле его привлекло не только оружие, доспехи и дух эпохи Владимирской Руси, но и тяга к путешествиям. Несмотря на небольшой опыт, Максим точно знает все обмундирование бойца 12-14 веков. Корпус, предплечье, наручь, перчатку. Это обязательно. И шлем, конечно же. Радаются чаще всего ноги, потому что там защиты у нас мало. Максим, как и представители еще десятка исторических клубов со всей страны, участник второго Всероссийского фестиваля исторической реконструкции в Боголюбово. Место выбрано не случайно. В этом году празднуется 850-летие храму Покрована Норли. Будет представлена большая ярмарка, в том числе именно реконструкторская ярмарка. Не какие-то изделия народного творчества, а именно изделия, сделанные реконструкторами по источникам и эпохе времени 13-14 веков. Программа фестиваля насыщенная. В субботу и воскресенье реконструкторы из Кирова, Перми, Самары, Твери, Московской и Владимирской областей продемонстрируют военные маневры, массовые бои, а также посоревнуются в лучшем и пешем турнирах. Весь фестиваль пройдет в лучших традициях времен расцвета Владимирской Руси. Местный клуб покажет себя в доспехах воинов Владимирской земли эпохи домонгольского нашествия. Пластинчатые доспехи гораздо более удобны, на них находок очень много, в том числе на территории Владимирского края. Но они менее удобны при одевании и в то же время спасают от всякого рода травм. Но главное не брецание доспехами и не столько соревнования, сколько обмен опытом и эмоциями с друзьями по оружию. Ведь у всех них одна общая страсть – история. И это не единственное яркое событие, которое пройдет в предстоящие выходные. Мои коллеги подготовили традиционный обзор мероприятий, и я предлагаю его вашему вниманию. Уже сегодня вечером Управление по делам молодежи приглашает на открытый кинопоказ. В 20.30 на Никитском бульваре покажут драму Никиты Михалкова под названием «12». В основе сюжета – история 12 присяжных. Они рассматривают дело чеченского юноши, которого обвиняют в убийстве отца. Обсуждение этого дела приводит каждого из них к личной исповеди. Парк Загородный в эти выходные приглашает всех на свой день рождения. В субботу и воскресенье там состоится второй эко-фестиваль «Пикник на обочине». Для гостей готовят программу – оздоровительные танцы, экологические прогулки и мастер-классы, просветительские семинары, выступления и велосипедные соревнования. Начнется эко-фестиваль завтра в полдень. Загородный парк привлечет в эти выходные и любителей истории. Шестой Всероссийский исторический фестиваль средневековой культуры XII-XVI веков под названием «Владимирский клинок» пройдет там в субботу и воскресенье. Гости праздника смогут увидеть состязания лучников, сражения конных и пеших воинов. В программе костюмированные дефиле, музыкальные и танцевальные выступления. Территория фестиваля откроется в субботу в 10.30. А в парке Добросельский в воскресенье пройдет праздник урожая. Дети и взрослые смогут сделать натюрморты из овощей и фруктов, принять участие в эстафетах. На специальной площадке будет работать стилизованное деревенское подворье. Там можно будет сделать необычное фото. Начнется праздник ровно в 12 часов. Ценители духовной музыки и колокольного звона ожидает Суздаль. 22-23 августа там пройдет второй Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне». Своё мастерство гостям продемонстрируют лучшие звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской, Ярославской и Владимирской областей. Праздник начнется в субботу около звонницы Спаса Ефимиева монастыря на территории музея-заповедника. Богаты эти выходные и спортивными событиями. Чемпионат области по городошному спорту Кубок губернатора пройдет в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района в эту субботу. Начало в 13.00 на площадке у Дома культуры. А любители экстрима ждут в горах Овце. В выходные там пройдет открытый Кубок области по внедорожному автоспорту. Третий этап чемпионата России по трофи-рейдам на квадроциклах. Он стартует завтра в 10.00 в районе Наплавного моста через Клязьму. Судок отметит День города. Празднование состоится в эту субботу. В этом году праздник будет стилизованным. Организаторы устроят для жителей и гостей города настоящий цирк. В полдень начнется праздничное костюмированное шествие. Праздник продолжится на площадках. Они в этом году называются «Шепито», «Каскад», «Балаган», «Шоу». В программе также выступления фокусников и акробатов. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. Если же вам есть о чем рассказать, звоните нам 366666. Вы тоже можете стать героем нашей программы. Спасибо, что провели это время с нами. Приятного вечера и отличных выходных. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин